МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске мы расскажем. Ненецкий округ в Верхней Палате Парламента. По итогам плодотворной работы регион получил поддержку Совета Федерации практически по всем направлениям, которые выносились на обсуждение. Обзор главных событий мероприятия в материале выпуска. Поехавшие стены, сквозные дыры и прогнившие доски. И плюсом к этому холод в квартирах. В нашем эфире очередная история о замерзающих жителях окружной столицы. В Ненецком округе продолжается третий региональный этап Всероссийской школьной олимпиады. Сегодня учащиеся прошли испытания по химии. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. Положительные практики обратной связи с гражданами в режиме онлайн надо тиражировать на всю страну. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления, которое состоялось 30 января в Красногорске. И как сообщили в пресс-службе региональной администрации, в Ненецком округе практика прямой коммуникации власти и жителей обратной связи посредством интернета в режиме онлайн применяется с 2017 года. В регионе функционирует портал «Народный контроль», направленный на оперативное решение злободневных вопросов. Все сообщения, поступающие на портал, направляются в органы власти, а также в управляющие компании для их исполнения. Так, в прошлом году от жителей поступило 1788 сообщений. В Совете Федерации завершились дни Ненецкого округа. Программа двухдневного пребывания делегации субъекта в Верхней Палате Российского парламента была насыщенной и содержательной. По итогам плодотворной работы регион получил поддержку Совета Федерации практически по всем направлениям, которые выносились на обсуждение. Обзор главных событий и мероприятия смотрите в нашем следующем сюжете. Дни Ненецкого округа в Совете Федерации открыла выставочная экспозиция, которая отражает потенциал региона и особенности его культуры и традиций. Основная наша задача была продемонстрировать на днях НАУ Ненецкий автономный округ как современный развивающийся регион с большим инвестиционным потенциалом, туристическим потенциалом и обладающий богатой культурой, достижениями. Здесь представлена информация об основных инвестиционных проектах. Это, конечно, порт Индиго, это проекты реконструкции морского порта в Наринмаре, реконструкции авиапортов в Наринмаре и Андроме. Кроме этого, мы рассказываем про туристический потенциал, про Пустозерск, про основные наши достопримечательности, про каньон, большие ворота, каменный город, про тундру, про философию территории. В общем, будет очень интересно, гостям очень нравится, очень все интересуются. Дни субъекта Верхней Палате Российского парламента – возможность для региона не только раскрыть свой потенциал, но и заручиться поддержкой Совета Федерации в решении актуальных проблем. Эти вопросы были вынесены на заседания профильных комиссий. Интерес региона в Сафеде представляли заместители главы региона, руководители окружных профильных департаментов, депутаты регионального парламента и сенаторы от Ненинского округа. В частности, вице-губернатор Татьяна Лагвиненко приняла участие в обсуждении совершенствования процедуры госзакупок и системы налогообложения. Долго очень обсуждали вопросы по преференциям, по изменениям 44-й ФСЗ. Очень сложно шло обсуждение, Минфин категорически против, но тем не менее, какого-то консенсуса, вчера мы еще обсуждали с комитетом по бюджету уже доработку этого решения к определенным договоренностям пришли. Но действительно, вопрос этот сложный, он так сходу не решается. Также среди обсуждаемых вопросов – проблемы в сфере здравоохранения, образования, строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта, агропромышленного комплекса и экологии. Практически все предложения, поступившие от Ниницкого округа, были поддержаны сенаторами и руководителями комитетов. Ключевым событием Дни Ниницкого округа в Совете Федерации стал час субъекта, который прошел в рамках пленарного заседания Софеда. На нем глава Ниницкого округа рассказал о ходе реализации нацпроектов и об инвестиционном потенциале региона. Как отметил Александр Цибульский, общий объем доходов на территории субъекта почти 130 миллиардов рублей в год. Из них более 100 миллиардов поступают в федеральный бюджет, почти 8 миллиардов в бюджет Архангельской области и лишь 20 миллиардов остаются в консолидированном бюджете Ниницкого округа. Очевидно, что большая часть налогов уходит в федеральный бюджет, при этом внутри региона на протяжении, наверное, даже десятков лет остаются нерешенными проблемы, которые не позволяют жителям округа чувствовать себя комфортно и получать достойные условия проживания. Часть из них является следствием колоссального износа инженерной и социальной и коммунальной инфраструктуры. 10%, больше 10% жителей живут в аварийных домах, еще большее количество жителей живут в ветхом жилье, критически высокий износ основных инженерных коммуникаций. Это вот та реальность, которая сильно не совпадает с той статистикой, которую мы видим на бумаге. Я могу продолжить перечислять первоочередные мероприятия, реализация которых требует существенных финансовых средств и невозможно присуществующие диспропорции в распределении налоговых доходов. Комментируя выступление главы Ниницкого округа Александра Цибульского, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что правительству России необходимо увеличить финансирование мероприятий, направленных на создание достойных условий для жизни людей в НАУ. 16% всего лишь собираемых налогов остаются в округе. На мой взгляд, это несправедливо. И мы обязательно подключимся к этой проблеме. Он поставил справедливый вопрос о том, что вся инфраструктура Ниницкого округа, включая и жилье, где много еще ветхого аварийного жилья, это в регионе, где добывается нефть-газ, это совсем несправедливо. И нужны средства, ресурсы для того, чтобы привести все это в порядок. Настрой такой есть, надо поддержку и помощь, безусловно, федерального бюджета. Еще один вопрос, обозначенный Александром Цибульским, и от решения которого в развитии Ниницкого округа можно будет сделать реальные прорывные действия, необходимость обсуждения федеральных законопроектов и других нормативно-правовых актов с регионами еще на уровне обсуждения. Нам кажется, что, говоря о повышении роли губернатора, крайне важно обсуждать инициативу, которую принимается федеральным правительством и другими организациями, имеющими правотворческую инициативу, с субъектами российской версии для того, чтобы они по-настоящему отвечали тем запросам, которые есть на этих территориях. И для этого я предложил рассмотреть возможность внедрения механизма, аналогичного механизма оценки регулирующего воздействия бизнесом, как это делается для нормативно-правовых актов сегодня, для тех нормативно-правовых актов, которые будут вводить новые регуляторные правила, затрагивающие жизнь на территории субъектов. Эти задачи, которые Александр Витальевич здесь озвучил, они чрезвычайно важны для нас, для того, чтобы мы могли и в законодательной плоскости решать перспективные задачи, которые в конечном итоге позволят развивать наш регион хорошими быстрыми темпами. По итогам заседания «Час субъекта» подготовлен проект постановления. Как отметила Валентина Матвиенко, он будет доработан и окончательно принят на следующем заседании. Мы сформулировали вместе с руководством округа те меры поддержки государственного и с федерального уровня, которые, на наш взгляд, необходимы сейчас для более успешного развития. Потому что главная цель – это, конечно, чтобы увеличились доходы граждан, жителей Ненецкого автономного округа, чтобы улучшились условия их жизни, условия их труда, занятость и многое другое. В целом Валентина Матвиенко высоко оценила организацию проведения Дней Ненецкого округа в Совете Федерации. Отметив высокий потенциал региона. И это, сказала глава Совфеда, результат тех, кто живет и работает в Ненецком округе. Ирина Никешина, Мария Владимирова, Владислав Носкин и Леонид Шишелов. Телеканал «Север. Москва». В нашу редакцию продолжают поступать звонки от телезрителей, которые надеются хотя бы с нашей помощью обратить внимание власти на жилищную проблему. В квартирах холодные полы, лед и снег на стенах и низкие температуры. Наталья Дуркина встретилась с несколькими семьями, которые замерзают в собственных домах. Здесь тем, что в зимнее время промерзают стены и полы в зале, в туалете, то есть там и там угловая. Вот я обращался 15 июля к ним. Входящий 423 номер. Реакции никакой. Семья Ганиевых купила квартиру в доме 8 по улице Монтажников еще 5 лет назад. Заехали, сделали небольшой ремонт и начали обживаться. Все бы ничего, но настали первые крепкие морозы. И тогда глава семьи Ильдар Ганиев решил сделать капитальный ремонт. Сам своими силами здесь вот утеплил полы. Получается, пеноплекс положил, ДСП покрыл. Здесь более-менее. В зале не встал, там просто подложку положил 10-мм. Ну, более-менее. А раньше, когда только заехали, вообще продукты замезали на полу. Однако со временем дом стало сильно косить. Стены поехали, открылись новые сквозные дыры не только по всей квартире, но и по дому. Доски прогнили, начала осыпаться заваленка. А содержимое выгребной ямы и вовсе оказалось у всех на виду. Как у нас сыптик наполняется, у нас из-под туалета начинает вода течь. Вот отсюда, с трещиной. На полу 2 градуса тепла. На стенах грибок и плесень. Каждый месяц Гузель пытается различными средствами избавиться от этих напастей. Но все попытки тщетны. Дома ходят в том же, что и на улице. Несколько пар носков и штаны, теплые колготки и вязаные кофты. Газовые плиты работают практически беспрерывно. Правда, включать обогреватели семья боится. Все-таки проводка старая, алюминиевая. Обращения в управляющую компанию остаются абсолютно без внимания. По словам жителей, один раз ремонтники все-таки пришли. Что-то где-то подлатали и больше не появлялись. Вот эти два бревна, они три здесь, они все сырые, насквозь мокрые. Это снаружи, да? Это снаружи дома. Они открыли, немножко утеплитель положили, получается закрыли. А внутри, говорят, это ваши проблемы, разбирайтесь сами. У вас, говорят, ваш дом, ваша собственность. А снаружи, говорят, мы утеплили. Чуть-чуть там приложили какой-то утеплитель и забили эти доски, вот эти гнилые брусья. Это проблема не только одной квартиры, но и всего дома. Собственники уже не раз обращались и в управляющую компанию, и в главе поселка. Однако никто им не помог. Обращались, ходили, он ходил к Казаченко, ну, депутату здесь, или кому глава он, да? Он сказал, у вас дом в идеальном состоянии, вы что, говорит, хотите, говорит. Мы, говорит, еще его даже на капитальный ремонт, говорит, не ставим, и под снос вы даже не думайте. Вы живете как это, как сыр в масле здесь. Хотя на деле не все так радушно, как говорят. Даже на втором этаже ситуация не меняется. В квартирах сильный холод. Вот полос, полы ледяные. Мы смерили температуру 7 градусов на полу. Вверху на расстоянии 150 сантиметров, как обычно замеряется, 10 градусов, больше ничего, как бы выше не поднимается. Включаем обогреватель. В 20 квадратах у нас работает два обогревателя. Кое-как до 20 градусов нагреваем квартиру. Некоторые собственники уехали и снимают квартиры в более теплых домах. Алла Геймбух увезла своего внука в город, потому что новорожденному малышу попросту было невыносимо жить в холоде. Вот на градуснике 10 градусов в квартире, а на полу вот 5 градусов. Просто невозможно. Надо находиться в одежде. Вот маленький ребенок, он как бы у нас все время находится в городе. Мама здесь живет. Невозможно здесь просто жить. Никакой жизни. Вот мы здесь буквально сейчас просидели полчаса, вот уже наделись в одежду, потому что просто некомфортно. Хотя включены теплые полы. И теплые полы включены, и вот газ включаем, и два колорифера греется, обогреватели. На данный момент дом не признан ни ветхим, ни аварийным, не поставлен на очередь на капитальный ремонт. Жители приходят к единому мнению. Выход из данной ситуации – признать дом аварийным. И таких обращений в нашу редакцию за время сильных морозов поступает достаточно много. Пионерская – 25. Этот дом уже получил славу, как один из самых холодных домов на Ринмаре. Семья Слободенюк купили квартиру 6 лет назад и сразу же сделали ремонт под себя. В принципе, когда мы покупали здесь квартиру, мы знали, на что мы идем. Деревянный дом, первый этаж. Поэтому сделали капитальный ремонт вообще. Мы все разобрали, все вплоть до бревен. Все, все, все у нас здесь. Все было переделано. Полгода длилась эта вся эпопея с ремонтом. Все сделали, все замечательно. Первый год жили вообще просто великолепно. Ну, не скажу, что прям жарко было, но было нормально, все хорошо. Потом началось с каждым годом все хуже, 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 хуже. И вот в итоге мы тут замерзаем. По словам жителей, проблемы начались после первого капитального ремонта. Дом обшили и появились трещины абсолютно везде. Квартиры начали попросту проседать. У нас перестали закрываться межкомнатные двери. Дверь входная, вот сейчас можете посмотреть, она еле открывается. В какой-то момент перестала открываться дверь с балкона. То есть нам приходится постоянно это все там подпиливать. Жители дома обращались в различные инстанции, писали жалобы и заявления, начиная с марта 2019 года. В ответ же получали письма из прошлого о том, что собрания проводились еще в феврале, и проблемы были решены. О том, кто несет ответственность, еще предстоит выяснить. О развитии событий мы будем рассказывать в наших следующих материалах. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Ненецком округе продолжается третий региональный этап Всероссийской школьной олимпиады. Он стартовал 13 января и продлится до 20 февраля. За это время школьникам, победителям и призерам муниципального этапа предстоит выполнить задания по 20 различным предметам. Сегодня учащиеся прошли испытания по химии. Ольга Русул продолжит тему. В процессе работы необходимо следить, чтобы вещества не попадали на кожу лица и рук. Вводный инструктаж и обязательное напоминание о технике безопасности. Сегодня участники регионального этапа Всероссийской школьной олимпиады проходят испытания по химии. Для этих целей как нельзя лучше подходит специально оборудованный кабинет в средней школе номер 4. С химией я начала дружить в восьмом классе. Мне начало получаться, понимать. И вот как-то случайно попала на олимпиаду. Дальше прошла в следующий тур. И вот сейчас на региональном этапе. Но школьный этап значительно легче. Региональный идет уже сложнее. Но в принципе все возможно, если готовиться заниматься этим больше и чаще. Одиннадцатиклассник Андрей Дедов выбрал олимпиаду по химии не случайно. Он планирует поступление в медицинский вуз. Здание олимпиады предполагает внешкольную программу. То есть нужно дополнительно заниматься. Изучать новый материал, информацию. Искать разную самому с помощью учителя. Трудно? Ну да, сложно. Но вполне выполнимо. В этом году только в региональном этапе школьных олимпиад принимают участие более 500 школьников. Общее число участников во всех этапах олимпиад 1776 человек. Это на 26% больше, чем в прошлом году. Мы даем возможность детям проявить свои способности. Чтобы ни один ребенок не остался незамеченным. Чтобы для нас не было неприятным сюрпризом, когда мы видим, что ребенок отлично сдаёт ИД с высоким показателем, а он у нас не принимал участие в олимпиаде. 20 февраля, когда все олимпиады будут написаны, специалисты Центра развития образования займутся аналитической работой. Необходимо оценить качество выполнения школьниками предметных работ. Благодаря такому анализу удается выявить, на какие предметы стоит обратить повышенное внимание. Кстати, по итогам прошлого года, для потенциальных участников олимпиадного движения, Центром проводились специальные курсы. Работали приглашенные специалисты Центра Фоксфорд, организовывались поездки в тематические лагеря. Это большая аналитическая работа, которая позволяет нам сделать определенные выводы. Где мы должны усилить подготовку, где мы должны продолжать на том же уровне, не останавливаясь, конечно. Где можно рекомендовать учителям выполнение тех или иных заданий. Именно отработка алгоритма выполнения того или иного задания. Общероссийская олимпиада школьников – самый масштабный проект для обучающихся общеобразовательных организаций в России. Интеллектуальные испытания проводятся с целью выявления и развития у детей творческих способностей и интереса к научной деятельности, а также для отбора на международные олимпиады. Ольга Руссул, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». И в завершении выпуска новости спорта. В окружной столице продолжаются соревнования Первой лиги по мини-футболу среди любителей. На участие в турнире заявились семь команд. Возраст участников от 15 и старше. Елена Ванцева расскажет подробнее. С первых минут игры начались молниеносные атаки поворотом «Легиона». Вратарь приложил максимум усилий, но уже к концу первого периода счет был 6-2 в пользу «Медведей». Во втором периоде «Легион» стал чаще атаковать поворотом противника. Впрочем, силы оказались неравны. «Медведи» пропустили еще четыре мяча, однако на качестве и количестве их атак это не сказалось. Итог. Счет 12-5. «Медведи» побеждают в этой игре. Мы выложились, мне кажется, на все 100%, но что-то не доработали и не смогли выиграть. Они старше нас на 5-6 лет, и мы сражались как могли. Игра действительно была зрелищной. Ребята выкладывались на все 100%. Игроки команды «Медведи» по достоинству оценили техничность команды соперников. Все команды хорошо играли. Нам немного повезло. У нас в «Хамала» немного защиты. Они переживали. Для «Медведей» и «Легиона» это была первая встреча в турнире. Впереди второй круг игр, а значит, уже в феврале «Легион» может отыграть свой матч-реванш. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok